Прежде всего, это психологическая сломленность. Абсолютно человек сломленный, психологически честолюбивый. Вот восходящий козерёк говорит о том, что я самый крутой, я всё, и это вы все. Он везде опаздывает на все встречи, то есть с пренебрежением ко всем относится. Все возле него, я бы так сказал, обслуживающий персонал, челядь такая, такое пренебрежение. Самое интересное, что Чёрная Луна, интересно, у него находится, будете смеяться вообще, но Навальный просто... Чёрная Луна, золотой фазан, роскошный дворец. Богатый мужчина лежит на диване в роскошном дворце. Вот это богатство, это вот Чёрная Луна в Тельце говорит о том, что мания денег, накопительство, триллионное состояние. У него триллион долларов, понимаете, триллион долларов, которые во всех, значит, это только в Америке триллион долларов замечено. Ещё три, говорят, триллион долларов этих денег в Англии. Его кошельки Роман Абрамович, которым эти деньги не принадлежат, это просто как и расчётный фонд Владимира Путина. Все эти олигархи, фактически, да. Поэтому обольщение стяжательства деньгами, да, то есть подачки каким-то пенсионерам по 10 тысяч рублей, это 3 тысячи гривен, да, то есть на выборы, да. А сам ограбил всю страну. Этот человек из ОПГ, это человек, который фактически, дорогие друзья, если помним сериал, значит, «Бригада», то он главный бригадир, да. Да, бригада называется, вот это озеро, да, кооператив озеро, вот. Не случайно у него Марс в 11-м доме гороскопа, то есть его друзья, первые друзья, это были связаны со спортом, где он дзюдо, это чисто весовская, весовской вид спорта, да. То есть ты можешь силу соперника, как бы, использовать благодаря себе и таким образом возможность побеждать, да. То есть поэтому вес это все время, это хороший человек-тактик, но плохой стратег, то есть он всегда вот смотрит, можно напасть на Украину, ага, дали по зубам, Байден сказал не нападать, так бы напал бы, если Байден не позвонил бы ему, сейчас бы мы, не знаю, сидели бы, но человек очень страшный человек, маниакально, что он хочет удавить, уничтожить Украину, захватить ее, так что это, пока он жив, вот эта опасность того, что он хочет забрать Украину, себе, как в свое время это сделала Золотая Орда, он воскрешение и реинкарнация Чингисхана, об этом говорит Нострадамус, вот поэтому читаем 10 Катрен, 72 стих, вот. И, конечно, вот это, самое главное, что он великий лжец, да, солнце в соединении с Нептуном, да, дает великих лжецов, как у нас говорили, самый великий лжец, самый великий дьявол, да, это сатана. То есть это фактически перевоплощение сатаны, я бы так сказал, да, очень такой нагруженный, темный, очень такой разрушительной силой гороскоп, да. Считают, что он излечивается от рака, да, по некоторым данным у него уже третья, переходящая в четвертую степень стадия рака, да, и у него, конечно, находится вот в доме разрушения желудочно-кишечный трак, да. Об этом и говорит уран, который противостоит ему в зодиакальном знаке рака, связанном с желудочно-кишечным трактом, да. Поэтому для него самое главное – это власть, это материальное благосостояние, он этим всем одержим, и он будет находиться на своем посту, правителе, как Сталин, да, находясь до самого последнего вздоха, управляя Россией, Советским Союзом в его понимании, да. Больше всего он боится за свою семью, черная луна в четвертом доме гороскопа, поэтому мы только в последнее время начали узнавать и просачиваться информацию, что у него и дети от Кабаева, и там фотографий у него не было до этого времени, и его дочерей вдруг начали появляться, да. То есть он боится за свою семью, это самое уязвимое место, да. Субтитры создавал DimaTorzok